Всем привет! Меня зовут Надя, я продуктовый маркетолог компании Simrush. И я вам сегодня расскажу о том, как продвигать продукт, если в нем особо ничего не происходит. Пара слов о компании. Компания у нас международная, мы работаем в основном на американский и европейский рынок. Недавно мы перешагнули отметку в 2 миллиона пользователей. У нас внутри компании примерно 30 продуктов, которые делают 22 продукт-тоунера. И у нас всего 3 продуктовых маркетолога. И я один из них. Я занимаюсь несколькими продуктами, которые находятся в разной стадии разработки. Некоторые продукты, готовые продукты, они работают на достаточно конкурентном рынке. А некоторые продукты только выходят в открытую бету. Поэтому запросы от маркетинга у продуктов-тоунеров, с которыми я работаю, они достаточно разные. И вот для некоторых продуктов очень классно использовать внешние инфоповоды, вокруг которых выстраивать рекламные кампании. В общем-то, для каких продуктов это можно делать? Если у вас продукт еще сырой, вы чувствуете, что он еще пока не очень конкурентно способен, то можно вот это использовать. Если вам нужен трафик на продукт или на отдельную фичу, если у вас просто нет денег, тоже все это достаточно классно подходит. И если стандартные способы не работают. Я сегодня расскажу, какие инфоповоды можно использовать, как это делать и расскажу веселые кейсы Simrush. Что у нас получилось классного, а что не очень. Если у вас в продукте ничего не происходит, то посмотрите по сторонам. Всегда куча событий, вокруг которых можно сделать рекламные кампании. Но самое важное, в общем, на самом деле все, что угодно можно использовать в качестве инфоповода. Я как-то сделала кампанию вокруг солнечного затмения. Вот сейчас Олимпиада проходит, можно было тоже Олимпиаду использовать как повод. Можно использовать, самое классное, это праздники, фильмы, сериалы. Но самое важное, это понимать, при чем здесь вообще ваш продукт. Чтобы пользователи как-то соотнесли то, что вы делаете, и с инфоповодом, который вы используете. Премьера сериала как инфоповод. Вообще у нас компания вокруг Game of Thrones родилась случайно. Однажды вечером маркетологи и разработчики весело выпивали. И обсуждали, что скоро выходит Game of Thrones. И кто-то вспомнил, что в Game of Thrones есть свой дотракийский язык. А у нас есть инструмент, суть которого, он помогает подбирать слова для PPC-компаний и для SEO-компаний. И в этой индустрии принято считать, что функционал, конечно, да, он важен, но, в общем-то, размер имеет значение. И у кого базы больше, тот и круче. Поэтому обычно все компании в нашей индустрии строятся по принципу, а мы добавили, у нас база 100 тысяч кивардов, а у нас база 200 тысяч кивардов, поэтому мы круче. Поэтому мы решили привлечь внимание к нашему продукту, используя вот этот внешний инфоповод «Игру престолов». Что мы сделали? Мы добавили базу дотракийского языка в наш существующий продукт. И вышли на рынок с посылом «Наши базы самые большие, у нас даже есть дотракийский язык». Все это мы распиарили в соцсетях и по имейлам. Нас упоминали эксперты, нас упоминали пользователи, но у нас была такая продуктовая задача – привлечь внимание именно к новой фиче в инструменте. Ну, в общем-то, мы это сделали. Но так как я все-таки маркетолог продуктовый, и просто так развлекать пользователей мне нельзя. Мне нужно, чтобы они приходили и платили деньги. То все эти веселые активности я вела на продуктовый пост. Продуктовый пост, который рассказывал как раз, как пользоваться этим продуктом, чем он круче, чем остальные, и дальше уже ввел пользователей в регистрации и в платежи. Результаты. Из классных результатов мы в первые три дня компании получили около 100 писем с фидбэком. Причем эти письма, они касались и того, что мы использовали «Игру престолов» как рекламный повод, какие мы молодцы, и нового функционала в инструменте. Ну и 50% участников компании никогда не были ранее в инструменте. То есть цель компании – привлечь внимание аудитории к этому инструменту – была достигнута. Какие особенности компании? Вообще выстраивать компании вокруг игр и сериалов – это очень круто, но всегда помните о том, чтобы выбрать повод, который максимально подходит вашей аудитории. Я это учла в инструменте, мы добавили тул-тип и объяснили, что это такое, что за дотракийский язык здесь и вообще при чем здесь он. Но не учла в имейл-рассылке, поэтому у нас был фидбэк из серии. Я не смотрела «Игру престолов», я не понимаю, что происходит. Ну и здесь самый важный вопрос – это вопрос авторского права. Когда вы используете чужие образы из сериалов, из картин, из чужую интеллектуальную собственность, здесь есть тонкие юридические моменты, обязательно посоветуйтесь с юристами. Праздник как инфоповод. Это вообще мой любимый вариант, когда мне надоедают стандартные продуктовые компании, потому что вокруг праздника, праздник я всегда знаю, что он будет заранее, и у меня есть время подготовиться. В случае с Хэллоуином цель была привлечь внимание к продукту, который только вышел в открытую бету и пока не был готов к такому массивному промо, и тем более было глупо вкладывать в него бюджеты, а протестировать инструмент и функционал на живых пользователях было нужно. Что я сделала? Я добавила в инструмент небольшую анимацию. У меня летало привидение, летало из одного угла в другой угол. Это можно было твитить. Веселье было просто в соцсетях какое-то фееричное. Помимо привидения у меня был еще паучок и тыковка. Здесь меня немножко понесло. Пользователи веселились, писали, о боже, какой у вас милый паучок, ой, а нет, я нашел тыковку, она лучше, ой, а привидение такое же милое, как ваш директор по маркетингу. Но, в общем, были и достаточно неоднозначные отзывы. Например, нам один пользователь написал, интересно, а Семраш мне показывает паука, потому что сегодня Хэллоуин, или потому что он знает, что моя компания крупнейшая по уничтожению насекомых? Мы не знали. Но так как, опять же, я продуктовый маркетолог, мне важно еще и, в общем, не просто развлекать людей, а конвертить их в регистрации и в платежи. В рамках Хэллоуина мы попробовали с коллегами формат квиза, собрали самые страшные кошмары SEO-шника. Google сменил алгоритм, что делать. На меня ссылаются черные быклинки. В общем, пользователи тоже развлекались, проходили этот квиз, результаты постили в соцсетях. Но, опять же, просто так развлекать неинтересно, надо пользователей конвертить. Поэтому на какой бы, сколько бы очков вы не получили в этом квизе, вам всегда предлагался продуктовый контент. Продуктовый контент, который вел на совершенно определенные инструменты и предлагал протестировать функционал. И еще одну технику я попробовала в рамках Хэллоуина. Если честно, я до последнего не верила, что это сработает и даже немножко боялась. Но как бы работы было на час. У нас было готовое исследование, была собрана инфографика. Все, что мы сделали, это изменили дизайн. Час работы дизайнера и по новой запустили. Конверсия с вот этой измененной инфографики в регистрации была 22%. И эти пользователи уже конвертились в платящих намного лучше, чем в рамках этой же компании из инструмента с привидением. Из классных результатов. Пользователи очень любят квизы. Обязательно попробуйте в своих маркетинговых компаниях использовать квизы, но не забывайте про то, что все-таки вам нужно конвертить пользователей, поэтому предлагайте им продуктовый контент. Вторая жизнь контента. Не надо производить миллион разного контента. Можете взять какой-нибудь старый, изменить дизайн, адаптировать. Куча праздников. Можете к 14 февраля или к Пасхе что-нибудь заредизайнить и по новой запустить. Праздник как инфоповод. Есть у меня еще один такой кейс. Вообще это наш такой кейс, самый серьезный кейс с яйцами. С этими яйцами мы вообще бегали всем офисом. И хоть было весело, но повод был очень серьезный. Дело в том, что у нас в Simrush около 30 инструментов. И постоянно появляются новые инструменты, появляются обновления. И со всем этим количеством пользователи просто не успевают следить за тем, что происходит. И нам было важно провести пользователя по ключевым нашим инструментам. Что мы придумали сделать? Мы спрятали яйца. У нас было 15 яиц, которые были спрятаны в разных инструментах Simrush. Здесь мы немножко усложнили механику. Мы сделали брендированный хэштег, мы сделали лендинг. На лендинге мы объяснили путь, что делать, куда идти, что вообще за яйца, где их искать и что будет, если вы их все найдете. Здесь мы немножко переборщили с количеством этих яиц. 15 яиц это было сложно. Никто их не нашел, все 15. Но после того, как компания прошла, мы записали путь и рассказали, где все-таки это все было спрятано и в каких инструментах можно было их найти. Трафик из соцсетей, с этой компанией у нас за последние два года мы не смогли повторить этот рекорд. Увеличили трафик просто из соцсетей органически в 10 раз. В полтора раза увеличили трафик на нужные инструменты, но еще одна была классная штука, которую мы попробовали. После того, как компания прошла, мы ее подали на конкурс в Social Media Awards в Лондоне в номинацию «Компания с низким бюджетом». Мы не выиграли. Выиграло большое и классное агентство, но мы вошли в шорт-лист, и это мы тоже использовали как инфоповод. Наши пиарщики из этого накрутили свою пиар-историю. Особенности. Да, используйте контент в разных форматах. Еще такие компании вокруг праздников – это идеальные компании, чтобы получить внешние публикации. Если вы хотите зайти в какое-то крупное издание, в американские, в европейские, они обожают истории, как бренды используют Хэллоуин для промо-продукта, как бренды используют Новый год для промо-продукта, как бренды используют Пасху для промо-продукта. Берете свой продукт, еще два кейса, готовая статья, ее возьмут на ура. Единственная особенность, что это нужно делать за 2-3 недели до самого события, позже уже будет очень сложно. И учитывайте обязательно региональные особенности, если вы работаете на несколько регионов. Я вот уже знаю, что здесь есть маркетологи, которые работают на несколько рынков, как и я, на Америку и Европу. А поднимите руки, сколько у вас здесь таких? В общем, с региональными особенностями. Я сомневалась, рассказывать ли про этот слайд, потому что он такой на грани между профессионализмом и идиотизмом. Но я вам его тогда все равно покажу. Новый год. Я всегда делаю что-то под Новый год, потому что это классный повод, чтобы привлечь внимание к продукту. Но у меня всегда что-то идет не так. Вот верхние картинки с Дедами Морозами. Длинноногие Деда Мороза – это была иллюстрация для американского рынка. И этот же контент нужно было адаптировать для европейского рынка. Что пошло не так? Пришли у меня маркетологи, которые занимаются европейскими регионами, и сказали, что нет-нет-нет, этот Дед Мороз нам не подходит. В Европе Дед Мороз, образ Деда Мороза, он совсем другой. Дед Мороз должен быть толще и с короткими ногами. В общем, Деда Мороза пришлось перерисовать. И уже в этом году я изначально готовила контент так, чтобы образ Деда Мороза совпадал во всех регионах. Вот картинка с женщиной – это дальняя картинка, это получается на американский рынок, а вот эта картинка – это для итальянского региона. Итальянские маркетологи мне тоже устроили забастовку и сказали, что ни в коем случае мы не можем показывать вот такой образ некрасивой женщины. В Италии женщины должны быть красивые. Поэтому пришлось женщине добавить размеры в нужном месте, носик укоротить и глаза сделать чуть побольше. Но я на самом деле думаю, что на российский рынок тоже бы пришлось адаптировать эту картинку, как на итальянский. Как я обычно отрабатываю такие инфоповоды? Сначала нужно, конечно, определиться с метриками. Компании вокруг событий делать классно, но это не должно быть вашим основным занятием. Потом я придумываю обычно какую-то фичу, и через фичу я как раз связываю инфоповод и события, чтобы можно было понять, при чем здесь вообще мой продукт. Контент-воронки. Все эти события и кампании вокруг событий – это классный повод, чтобы привлечь внимание. Но потом вам пользователей нужно конвертить, конвертите в определенное действие. Поэтому простраивайте полностью контент-воронку от начала и до конца. Вы привлекаете пользователей веселым контентом, но конвертите их продуктовым контентом. И дальше уже дожимаете внутри инструмента или продукта до нужного вам целевого действия. Промо я обычно начинаю за 5 дней. Вообще бы надо бы пораньше, но обычно только как-то за 5 дней всегда получается. Каналы можете использовать совершенно любые, какие у вас доступны. Еще с помощью событий можно очень классно дружить с опинион-лидерами, с экспертами в вашей индустрии. Если вам хочется с кем-то познакомиться, вы как раз ему можете написать. А вот посмотрите, у нас вот тут мы добавили такую вот штучечку. Как вам наш продукт? И в общем заканчиваю я обычно это промо на следующий день после окончания события или буквально через 2 дня позже уже не имеет смысла, уже повод упущен. Здесь я собрала чек-лист основных таких тонких моментов, что нужно не забывать, когда вы делаете компанию вокруг инфоповода. Во-первых, дистрибьюция, прорабатывайте каналы заранее. Чем лучше вы проработаете, тем больше вы получите охвата. Нельзя надеяться. Я несколько раз сама оказывалась в ситуации, когда я думала, ну ладно, я сделаю вот эту вот иконку, все заметят и будет классно. Нет, не будет. Вам нужно позаботиться о том, чтобы о вашей вот этой новой фиче или о вашем новом эксперименте люди узнали. Эксперты и фидбэк. Вот через такие компании классно получать фидбэк у пользователей. Если нужно собрать фидбэк на какой-то новый инструмент, на новую фичу, то тоже очень классно привлекать внимание лидеров индустрии через именно вот такие штуки. Ну и контент-воронки. Контент-воронки – это прям супер важно. Не надо просто развлекать пользователей. Вам нужны регистрации, вам нужны платежи. Простраивайте контент-воронки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вы показали таймлайн, как вы работаете над каждой вот этой вот акцией. А сколько у вас в принципе в год, может быть, вот эта вот активность происходит? Как вообще? То есть я правильно понимаю, что вы на этом как бы специализируетесь? Нет. Нет. Иногда так бывает, да? Это только иногда, если вдруг случайно так совпадает, что есть фича, и ее можно запромоутить через вот таким способом. Однажды я просто поэкспериментировала и сделала компанию, которая от момента идеи до момента полностью готового контента и его питча заняла час. Это было солнечное затмение. То есть я просто услышала, что завтра будет солнечное затмение. Это такой big deal в Америке. И просто добавила анимацию с солнечным затмением, запустила Twitter-промо и собрала статью, как бренды используют солнечное затмение за час буквально. А так специально нет, не делая. А нет желания? Просто сейчас кажется, что это действительно очень крутой инструмент, прям как на регулярной основе, как тут это планирует и делает такие вещи. Я бы с удовольствием просто инструментов 30, а маркетолога 3. То есть примерно 10 инструментов на меня, и я просто не смогу это сделать физически. Спасибо. Привет. Меня зовут Дима. Скажи, пожалуйста, вы участвуете в каких-то выставках отраслевых, может быть? И как вы отрабатываете именно этот инфоповод? То есть это явно не солнечное затмение, которое нужно отрабатывать заранее, намного раньше. Вот в конце февраля я еду на отраслевую выставку в Сан-Диего. Там совершенно другие механики. Это никак не связано с событиями. Ну вот именно с теми событиями, о которых я рассказывала. То есть там уже включаются стандартные такие механики, когда нужно таргетироваться на аудиторию, которая тебе нужна, которая собирается на этот ивент. Там дальше привлекать внимание каким-то образом на стенде. Ну и дальше уже собирать лиды. Ну я тут дальше на самом деле говорю не столько про работу на стенде, сколько именно отработку до мероприятия. Потому что если это действительно важная вещь для тебя, как для компании на этом отраслевом рынке, то явно это за несколько месяцев нужно начинать разбивать на какие-то шаги. Правильно? Я понимаю. Все правильно. За месяц примерно начинаем готовиться. Окей. Спасибо. Если нет вопросов, то спасибо. И если вдруг захотите сделать компанию вокруг инфоповода, обязательно пишите мне. Обязательно можно собрать статью из серии, как бренды обыгрывают инфоповод. АПЛОДИСМЕНТЫ